Ситуация в Лачинском коридоре является действительно гуманитарной катастрофой. Действия Азербайджана, нацеленные на отключение от газораспределительной сети, снижение возможности потребления электроэнергии в Степанакирте и окрестностях, все это элементы выверенной последовательной работы Турции и Азербайджана, направленной на решение единственной задачи – нарушение договоренности, которые были заключены по итогам 44-дневной войны. Вместо проведения миролюбивой и миротворческой политики, направленной на достижение диалога между Азербайджаном и Арменией, Азербайджан и Турция выдавливают жителей Арцаха со своих исторических территорий. Самое неприятное из того, что происходит, это выводы для России. Сегодняшнее обращение главы парламента Армении, главам 30 государств, означает, что Армения больше не верит в способность вооруженных людей, которые представляют миротворческие силы России, которые имеют на вооружении автоматы, бронированную технику, очистить Лачинский коридор от группы провокаторов, которые являются якобы экологами. Что это означает для нас? В дальнейшем эта ситуация будет использована для того, чтобы выдавить присутствие России, которая не хочет решать свои задачи, которые она обязана решать. В частности, наши миротворцы имеют не просто мандат и право, а обязанность обеспечить проход гуманитарных грузов и свободное передвижение по Лачинскому коридору, потому что это строго соответствует достигнутым договоренностям. Что происходит? Почему это стало возможным? К сожалению, ответа у меня нет. Ответа нет, я думаю, даже у тех людей, которые отвечают за решение этого вопроса. Но что совершенно очевидно, это то, что происходящее целиком и полностью показывает, что вся политика, которая сегодня реализуется на Южном Кавказе, строго соответствует решению одной задачи. Это потворство турецкой политики в регионе. Это опора на решение вопроса на территории Южного Кавказа за счет турок и азербайджанцев. Что это означает? Это означает, что мы видим, что ставки сделаны на тюркоязычное население Южного Кавказа. Мы видим, что ставка сделана на тюркский фактор. Он должен разрешить те проблемы, которые сегодня сложились на Южном Кавказе. Насколько это выгодно России? Отвечу очень коротко. Турция Эрдогана – это не Турция сама по себе. Еще один важный вопрос. Мы не учитываем важнейших факторов, в частности, то, что сегодня происходит фактически затягивание Азербайджана под НАТО. Сегодня Азербайджан и НАТО, по сути дела, это одно и то же. Потому что Турция не надо забывать. Это страна НАТО. И любые шаги в отношении России, которые прикрыты мирными лозунгами, какими-то встречными проектами, это не более, чем вытягивание наших ресурсов под благовидным предлогом. Случись, что с Эрдоганом, Турция станет оплотом проамериканских настроений. И тогда все те договоренности, все те соглашения, которые сегодня устно в рамках неформальной или нетрадиционной дипломатии заключены, станут нам боком. И мы опять будем, как по Минским соглашениям, удивляться, что, оказывается, все эти годы нас обманывают. И поэтому то, что сегодня происходит там, является очень важным маркером. И я бы на месте политиков Армении обращался не только туда, но еще бы бил в колокола, чтобы высший руководство России обратил внимание на то, что ситуация в Лачинском коридоре является важнейшим маркером грядущих проблем на Южном Кавказе.